Всем привет, друзья! Меня зовут Давид, и вы находитесь на YouTube-канале ArtStyle. Я только что вернулся из Крыма, хорошо там отдохнул с детьми. Не забываем, у меня есть еще и второй канал ArtStyle 2.0. Там влоги, там путешествия. Переходите по ссылке. Всем привет! Отдых в Евпатории продолжается. Артурчик. Надо же, весьма неожиданно лебедей увидеть в морской воде. Я не думал, что они в море могут находиться. Обязательно подписывайтесь, если вам нравится то, что я делаю. Не только обзоры. А на этом канале ArtStyle у нас только обзоры телефонов и все, что с этим связано. Ну и моноколеса и самокаты иногда. Итак, что же такое Xiaomi Pad S6 Pro? Первым делом скажу, что есть свои недостатки, но их здесь очень мало. К примеру, это IPS-дисплей. В остальном планшет оставил очень хорошее впечатление. Я рассказываю, как всегда, плюсы, минусы и особенности. И начнем мы с внешнего вида. Это устройство не такое и тяжелое, 590 грамм. Учитывая, что здесь 10 000 мАч батарейка, это очень круто, с сумасшедшей скоростью зарядного устройства. Но об этом чуть позже, оно уже идет в комплекте. Второе, это то, что экран 12,4 дюйма. Поэтому этот вес не кажется таким большим. Да, рамки вокруг экранов, конечно, огромные. Но все-таки это планшет, это не телефон. Алюминиевый корпус, полностью алюминий и бока, соответственно, и задняя спинка. Достаточно приятный, в руке лежит неплохо. Ну, конечно, к нему бы я докупил какой-то бампер однозначно. Учитывая, что денег он стоит немалых, тем более для Xiaomi. Сколько стоит, смотрите по ссылке под видео. Еще бы к нему бампер какой-нибудь. Здесь есть питание для клавиатуры, чехла клавиатуры. А сверху, обратите внимание, в этой версии нет сим-карты. Это не под симки, вот это вот. А для того, чтобы сюда цеплять стилус, которого в комплекте нет. Но это не беда на самом деле, но все-таки. Из особенностей, точнее сложно назвать из особенностей, но в планшетах не часто. Это сканер отпечатка пальцев. На телефонах часто раньше встречался, в каждом третьем. Сейчас почти никто не делает. В кнопке питания встроен сканер отпечатка пальцев. Можно сделать на касание, можно на нажатие. То есть планшет защитить можно не только графическим паролем, отпечатком, сканером лица. Но также и обычным сканером. Очень удобно. Магазину Цифрус большое спасибо за предоставленный для теста образец. Сколько такой планшет стоит, можете посмотреть по ссылке под этим видео. Если будете покупать абсолютно к любому планшету, абсолютно к любому телефону на сайте Цифрус, по моему промокоду ARSTYLE, все автоматически применяется. Вам только нужно перейти по ссылке под видео. Выбирайте любой подарок, который к вам приедет вместе с вашей покупкой. Поэтому смотрите цены, покупайте. Магазин знаю очень давно, был у них в офисе. Доставка по России, быстрая доставка по Москве и доставка в Беларусь. Пользуйтесь, ссылка под видео. Шесть динамиков, ребята, звук по-настоящему крутой. Если будете играть в игрушки, это, конечно, совершенно другой уровень, чем обычный телефон. Звук вас просто обволакивает. Звук очень громкий, очень четкий. Шесть динамиков всего. Единственное, высоких частот немножечко не хватает. Я даже удивился, несмотря на высокую стоимость этого планшета. Но все равно, все равно после этого телефон, какой бы он ни был крутой, даже флагманский, ну это и понятно. Там маленький телефон, маленький корпус. Там каждый миллиметр производитель использует с пользой. Здесь же огромный корпус. Несмотря на большую батарейку, внутри места очень много. Поэтому вот по внешнему виду, по возможностям, твердые пять баллов. Еще лишний балл в карму. Большое спасибо Xiaomi за 120-ваттное зарядное устройство. Ребята, он за 35 минут заряжает с нуля до 100%. 10 тысяч миллиампер час. А за 10 минут он заряжает его почти наполовину за 45%. Это очень круто, если вам действительно в поездке где-то, ну да все равно это хорошо. Разрядил ваш ребенок, к примеру, вы его поставили за полчаса с небольшим 100%. За 10 минут 45%. Это ну просто чай пошли на кухню поставить, чайник скипел, налили, пришли из чашечки чая, он уже зарядился почти наполовину. Это очень круто. Я особо это доношу. Это скорости, которые не снились другим брендам. Это очень круто. И в комплекте 120-ваттное зарядное устройство уже есть. Про экран отмечу. Есть свои плюсы, свои минусы. Первый все-таки с минуса начну. В отличие от телефона, олеофобка здесь очень слабая. Как на дешевых телефонах какой-нибудь Poco M5, к примеру, там за 12 тысяч рублей. Отпечатки собирает, периодически нужно его протирать. С другой стороны, олеофобка слабая, но она все-таки есть. В игры играть, например, там бегать за персонажем можно, но все-таки я несколько удивлен. Почему такое решение? Потому что планшет не дешевый. Это даже не серединчат. Это премиум сегмент, фактически, от Xiaomi. Все характеристики классные. Вот это для меня минусы. В плюсах. Это 144 Гц частота обновления. Здесь IPS-экран, обратите внимание, не AMOLED. Но цветопередача достаточно хороший. Черный цвет неплохой. Вообще нравится мне экран. Вот именно для игр, для фильмов, для YouTube он отлично подойдет. Единственное, 900 нит, пиковая яркость, это немного. Если вы идете даже на московское солнце, сейчас, когда 23 градуса, конечно, экран будет не такой яркий. Имейте в виду, что в основном его предназначение, дома, на работе, в поезде, не знаю, там, в командировке ездить, или вы путешественник, иногда на поездах, идеально в помещениях. Для яркого солнца будете на лавочке посидеть, посмотреть фильм, не знаю, кто делает, так или нет. Но на ярком солнце будет не то, что слептать, на яркости будет не хватать. Разрешение еще отмечу особо, оно высокое, 3К, 3000 на 2000 точек, грубо говоря, для планшетов, для такой большой диагонали. 12,4 дюйма, это очень много, 295 пикселей на дюйм. Ключевое. Аляфобка, так себе. Ну, яркость IPS, сложно сделать такой яркий раскаленный экран, как AMOLED, 900 нит, это не так и много. Ключевое, все-таки, больше планшет с собой возить, дом, работа, в метро смотреть, в транспорте, в самолете, дома использовать, детям своим давать, идеально. А процессоры? Тут просто все великолепно. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, это просто космос. Он реально крутой до сих пор, сейчас более свежий вышел, но вам его года на 3, на 2, на 3 года точно хватит. Вы можете на нем запускать тяжелые игры, PUBG Mobile, да все, что угодно, у вас пойдет идеально. Все настройки, которые там можно выкрутить на максимум, вы выкрутите. Большой плюс, то, что благодаря большой площади, это большой планшет. Здесь отлично сделано рассеивание тепла, он не нагревается практически, он проходит идеальный трокинг-тест, чем не может похвастаться почти ни один флагман. Уж иногда, ну редко точнее, в половине случаев сбрасывает, это мелочь, но все-таки. Как игровое устройство 8 Gen 2 с хорошим теплоотводом, с хорошим экраном в помещении, просто идеальный для игр, взять такой планшет, будете довольны несколько лет вперед. Если даже года через 3-4 выйдет еще более ресурсоемкая игра, он может не на 100%, но будет тянуть ее совершенно нормально. Qualcomm Snapdragon это сила. 8 Gen 2, прекрасно, 4 нанометра, все прекрасно. По камерам. 50 мегапикселей основная камера, дополнительно это не широкоугольная камера, а это камера эффект боке. Две камеры, плюс вспышка, естественно, есть, за это спасибо, иногда ее не делают даже в дорогих планшетах. 32 мегапикселя фронталка, на самом деле более-менее для планшет камеры нормальные, вполне. Видео способен записывать 4К, либо 1080, проще всего вам примеры видеозаписи посмотреть по ссылке под этим видео. В целом нормально для планшетов, раньше не так давно делали вообще их очень плохими, даже на дорогих устройствах. Здесь же ничего. 1080-60 FPS. Планшет Xiaomi. Сейчас зум еще проверим. Стабилизацию и зум. Зум. 2, 3, 4, 5, 6-кратный максимум. Как ни странно, не побоялись и сделали 4К 60 FPS. Проверяем стабилизацию, планшет в двух руках, естественно. Молодцы. Ну, он и не дешевый. Давайте зум также проверим с того же места фактически. Шестикратный максимум. Это уже в 4К, но так же мы и ладно. Ну и немножко. Интересно на большом экране посмотреть. Ну и совсем заморочусь, это несложно, пожалуйста. Это качество Full HD 30 FPS, фронталка с этого планшета. По-моему, неплохо. Не идеально, но неплохо. Ну что же, подводим тогда итоги. Планшет, конечно, не дешевый. С другой стороны, он стоит, грубо говоря, там, половину хорошего, дорогого флагмана. Грубо говоря. Здесь прекрасный проц. Отлично поработали с теплоотводом. Идеально для тяжелых игр. Побегать за персонажа, поиграть, там, не знаю, там, игры с открытым миром игровым. Будет отличная прорисовка, будет просто космос. Дополнительно, есть возможность прикупить за дополнительные деньги к нему чехол с клавиатурой, стилус, если он вам нужен. Отличная батарейка, 10 тысяч миллиампер час. Отличное зарядное устройство 120 ватт, я подробно рассказывал. Хорошие динамики с оговорками, чуть-чуть высоких не хватает, но все равно звук очень приятный. Действительно, здесь Dolby Vision стоит. Действительно, звучание очень хорошее. Не буду уже повторяться, все плюсы и минусы. Ключевое. Идеально просто подойдет, если вам нужно носимое устройство, но не ноутбук, который открыл, запустил. Просто кнопку нажал, у тебя Android под рукой, все, что хочешь с ним делать. Хочешь мышку цепания, все андроиды умеют мышку, да все, что угодно. Клавиатуру можно отсюда, все, что угодно. Но основная суперсила, это экран 144 Гц, классный, ну с оговорками. Это, конечно, хорошие динамики, хорошая батарейка, хороший комплект и супер мощный процессор. На этом сегодня все. Как всегда желаю, будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. С уважением, Давид Арстайл. Не забывайте, кроме второго канала, где влоги и путешествия, есть телеграм. Подписывайтесь, везде ссылки под видео. Счастливо всем! Субтитры сделал DimaTorzok